Спортлайф Доброго времени суток! В эфире Спортлайф. Главные спортивные события недели в одном выпуске. Поехали! Главная спортивная тема минувшей недели – завершившиеся Олимпийские игры в Пекине. Для Прокопьевска они стали вдвойне особенными. Во-первых, впервые в истории в составе сборной России выступил воспитанник Прокопьевской хоккейной школы Андрей Чибисов. Во-вторых, нападающий стал в составе команды серебряным призером Олимпиады. Для прокопчан это знаковое событие спортивной летописи. Вся спортивная общественность активно поддерживала хоккеистов на протяжении всего Олимпийского турнира. Андрей Чибисов показал награду в своем инстаграм-аккаунте и поблагодарил всех за искреннюю поддержку в этот нелегкий период. Чемпионат и первенство Европы по тайскому боксу завершилось в Стамбуле. В соревнованиях участвовали 616 спортсменов из 37 стран. В состав российской команды вошли и занимающиеся комплексной спортивной школы. И не остались без медалей. Прокопчанин Даллер Шрайнер одержал победу в весовой категории до 51 килограмма. Виталий Зодчев взял серебро в 60-й весовой категории. Подготовили ребят Михаил Главинский и Валерий Винокуров. В следующей программе мы более подробно расскажем о выступлении наших спортсменов. Во дворце спорта «Дельфин» малыши Кузбасса шагнули в ГТО. Фестиваль физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» собрал к участию самых юных прокопчан. Подробнее далее. Отметившее в прошлом году свое 90-летие физкультурно-спортивное движение «Готов к труду и обороне» продолжает набирать обороты. По всей стране реализуются десятки проектов этой направленности. Мероприятия ГТО имеют, пожалуй, самую широкую аудиторию. Нормативы комплекса выполняют от мала до велика. Так, уже третий год в нашем регионе проводится фестиваль «Малыши Кузбасса шагают в ГТО», призванный привлечь к выполнению нормативов самых юных жителей нашей области. Именно вот такие мероприятия прививают любовь к физической культуре, любовь к спорту. У детей такой возраст, у них формируется их организм, закаляется иммунитет. И в дальнейшем те дети, которые выбрали именно активный, здоровый образ жизни, они будут меньше всего подвержены всяким различным заболеваниям, болезням, потому что, ну, спорт и движение – это жизнь. В нашем городе фестиваль ГТО собирает малышей второй раз. Если в прошлом году было порядка 15 команд, то в этом к участию заявились 23. В прошлом году фестиваль «Малыши Кузбасса шагают в ГТО» в нашем городе мы проводили впервые. И, как оказалось, этот фестиваль стал очень популярным. Когда в этом году мы отправили по дошкольным образовательным учреждениям положение и приглашение на участие, откликнулись очень много детских садов. Согласно положению фестиваля в каждой команде по шесть участников – два мальчика, две девочки и два взрослых – родители, воспитатели или учителя физической культуры. Предлагается четыре испытания. Это наклон из положения стоя, отжимание от пола, поднимание туловища из положения лежа и челночный бег. К слову, последний вид выполняют только младшие участники команды. Принимаю участие, потому что люблю я спорт, хочу стать чемпионом. Мне легко дается вот так вот делать. Как занимались каждый день, очень упорно. Просила, чтобы дома занимались, тренировались, потому что в детском саду маловато времени у нас для этого. В числе участников один из явных лидеров прошлого года – команда 101-го детского сада. Ребята не только выиграли муниципальный этап 2021-го, но и стали серебряными медалистами на региональном этапе. Я занималась, отжималась, пресс качала, на шпагат садилась. Я очень хочу, чтобы наш сад стал чемпионом, как в прошлом году. У меня ребенок маленький еще, поэтому я сейчас сама выступаю. Но потом подрастет, буду ее тоже готовить, будем вместе выступать. Мы регулярно занимаемся с ребенком дома, спортом. Не только в плане именно подготовки конкретно к данному мероприятию, но и в повседневной жизни. В итоге воспитанники 101-го детского сада смогли завоевать лишь серебро. Замкнули тройку ребята из 108-го детского сада. А командой, которая представит Прокопьевск на региональном этапе, стал коллектив детского сада номер 10. В Новосибирске прошли очередные календарные игры первенства сибирского и дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юношей до 16 лет. Прокопчане встретились на льду с командой «Энергия». Наиболее драматично события развивались в первом матче. До последней 20 минутки прокопчане крупно проигрывали хозяевам площадки 0-3. В третьем периоде «Шахтер» смог сравнять счет, а на последней минуте нападающий Данил Червяков забивает решающий гол и приносит победу нашей команде 6-5. Вторая игра также осталась за прокопчанами. Счет матча 4-2. В Томске состоялись очередные выездные игры чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги. «Шахтер» встречался на льду с «Буревестником». Первая игра завершилась победой «Шахтера» со счетом 4-3. Во второй ребята уступили. Итоговые цифры, зафиксированные на табло, 4-6. На стадионе «Шахтер» состоялся блиц-турнир по мини-футболу. На Кубок молодежного парламента претендовали 6 команд. Кому достался главный приз, расскажем в сюжете. Спорт – одно из главных увлечений членов молодежного парламента Прокопьевска. Ребята постоянно принимают участие в различных спартакиадах, турнирах по настольному теннису, бильярду, волейболу. В 2020 в Даром, к дню защитника Отечества, парламентарии совместно с депутатами горсовета решили организовать турнир по зимнему мини-футболу. Одна из форм работы – это, конечно, спорт, потому что у нас в городе спорт – это норма жизни. Молодежь должна быть вовлечена во все события города. И очень радует, что это ребята яркие, творческие, инициативные. Когда мы предложили провести такое соревнование, ребята откликнулись сразу, принесли заявки, сразу начали спрашивать, когда будет это мероприятие. И очень радует, что у нас такая отзывчивая и хорошая, добрая молодежь в городе. Мы, как представители парламента, принимаем участие в спортивных и неспортивных соревнованиях. Сегодня мы решили поддержать соревнования и тоже сыграть, хотим победить. Желающих побороться за кубок молодежной организации набралось шесть команд. Помимо парламентариев, это студенты учебных заведений Прокопьевска. Я учусь в КузГТУ, три года учусь там. И вот сразу же пришел, меня тренер заметил, взял в команду, в свою сборную, туда не так легко попасть. И вот три года уже участвуем в соревнованиях. Летом турниры были, заняли первое место. И вот команда довольно-таки сильная. И капитан КузГТУ не лукавил. Большинство ребят в футболе не первый день. Поэтому и борьба на поле шла до последних секунд. А в некоторых матчах исход помогла решить лишь серия пенальти. По итогу турнира первое место заняла команда физкультурной кузницы Прокопьевска, которая выиграла все свои матчи и оказалась самой слаженной. На втором команда транспортного техникума. Замкнули тройку студенты Кузбасского государственного технического университета. В Новокузнецке прошел турнир по регби среди команд мальчиков и девочек, в котором приняли участие пять клубов. В соревнованиях, которые проходили по круговой системе, прокопьевские регбисты показали хороший результат и заняли третье место. Прокопчанин Михаил Русецкий признан лучшим игроком турнира. В городе стартовала регбиада для школьников. Мероприятие проводится в десятый раз, традиционно в пять этапах по возрастам. Первыми на старт вышли второклассники из 20 прокопьевских школ. Идея проводить регбиаду появилась в 2013 году с включением регби в программу Олимпийских игр. Все это время она проходит под девизом «Олимпиада начинается в школе». Оно и понятно. Чем раньше дети начнут увлекаться регбийным мячом, тем больше вероятность, что к зрелому возрасту они станут высококлассными спортсменами. В регбиаде 2022 года задействованы ученики с первого по пятый класс из 20 школ города. Общая численность ребят, которые окунутся в мир регби, составит порядка полутора тысяч человек. Такая массовость – результат тесного сотрудничества образовательных учреждений и тренеров спортивной школы Олимпийского резерва номер 3, которые регулярно проводят дополнительные занятия по физкультуре с элементами регби. И если раньше регбиада представляла из себя веселые старты, то теперь она выгодно отличается от традиционных детских забав. Ребята соревнуются в специализированных упражнениях, каждая из которых направлена на развитие силы, скорости, выносливости и умения управляться с неизменным атрибутом этих стартов – регбийным мячом. В многочасовой борьбе определились самые подготовленные команды. Золото за регбистами из лицея номер 57 и 11-й школы. В числе призеров отмечены ученики школ номер 51, 14, 70 и 35. В Кемерове состоялось первенство ассоциации клуб дзюдо Кузбасса среди юношей и девушек до 13 лет. На татаме вышли борцы из Кемеровской, Томской и Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Хакасия – всего 175 человек. В результате проведенных схваток наша землячка Полина Кремлева завоевала на турнире бронзу. В Прокопьевске прошло открытое первенство города по самбо. О том, как проходил турнир – в следующем сюжете. Открытый турнир города по самбо проводится в Прокопьевске уже без малого полтора десятка лет. Идейный организатор и вдохновитель этих традиционных стартов – тренер Андрей Серегин. В свое время Андрей Михайлович предложил проводить в городе соревнования, которое позволит сделать качественный срез подготовки своих ребят и наметить точки роста для дальнейшего развития. Идею в шор номер три поддержали, и вот уже в 13-й раз спортивный комплекс «Олимп» принимает в своих стенах юных самбистов. В турнире образца 2022 года на ковер вышли порядка 70 борцов. Возраст участников – 10-11 лет. А это значит, что большинство из них впервые принимают участие в более-менее серьезных соревнованиях. Это самое начало. Как-никак только с 10 лет начинают заниматься спортивной деятельностью, то есть соревновательной деятельностью. А соревнования такие нужны и для популяризации борьбы с самбо, и для того, чтобы ребятишки были все вместе, учились дружить друг с другом, знать друг друга. И вообще это очень хорошее и доброе дело, и хорошая атмосфера, которая здесь происходит. Есть уже яркие ребята, уже видим и почерк, и настоящую мужскую борьбу. И настоящую мужскую борьбу показали Андрей Романов, Артем Иванников, Семен Сухов, Макар Гинстон-Лауэр, Роман Синкин, Иван Кузнецов, Данил Мезенцев, Алексей Возничко и Никита Костин. Последние двое, кроме того, отмечены ценными призами за лучшую технику. Долгие годы они ставили горнятские рекорды, теперь устанавливают спортивные. В бильярдном клубе «Зенит» прошел традиционный турнир по бильярду среди ветеранов ликвидированных угольных предприятий. У всех участников за плечами солидный трудовой стаж и многолетняя дружба со спортом. Ведь, признаются сами ветераны, работать на угольном предприятии без хорошей физической подготовки просто невозможно. Поэтому и в почтенном возрасте участники проявляют самообладание, силу воли и сноровку. И пускай бильярд не требует отличной физической формы, он ничуть не уступает в накале страсте и соревновательном азарте. С возрастом люди, другим может быть видом спорта, каким-то образом уже здоровье не позволяет. А бильярд – это такой вид игры, что здесь возрастное не сказывается. Здесь можно играть в любом возрасте, и азарт этой игры, он всем доступен. Поэтому все люди, даже те, которые никогда киев не держали, оказываясь у стола, всегда тянутся за кием, чтобы ударить по шарам. Турнир среди ветеранов-угольщиков проводится два раза в год, перед Днем Шахтера и 23 февраля. В 2022-м он стартовал 26-й раз. По традиции участие в нем принимают 9 команд по 2 человека. Играет в классический русский бильярд. Партии разыгрывают по круговой системе с контролем времени в 20 минут. В дальнейшем выход – плей-офф, где тайминг партии не ограничен. Юрий Черных представляет на турнире «Шахту Центральная». Угольной промышленности посвятил 46 лет. Сначала трудился на шахте, потом механиком участка на водоканале. На пенсии увлекся интеллектуальным спортом. Когда работал в водоканале, у нас был стол, ну, помаленьку играл. Поэтому все навыки остались, поэтому решил играть. Я решил, чтобы расслабиться, поиграть с мужиками и встретиться с своими друзьями, с ними поговорить. Владимир Кудрявцев – ветеран шахты «Коксовая». Владимир Константинович – один из завсегдатаев этого турнира. Отработав на предприятии 40 лет горным мастером, ветеран с удовольствием проводит время за бильярдным столом с друзьями. Пошли на пенсию, где-то надо общаться с людьми. И, как говорится, вот после 60 лет и стал заниматься вот этими бильярдами. Хорошие эмоции. Это вы не играли, не знаете. А на самом деле это особенно, когда забиваешь мячи, когда общение и быстрее жизнь течет. И праздники, и все это же тут вообще немного значит. В итоге команда шахты «Коксовая» и стала обладателем переходящего кубка. На втором месте – ветеран Изенковской. Замкнули тройку представители шахты «Наградская». В Белове прошло первенство «Кузбасса» по обратным шашкам. За черно-белые доски сели более 60 спортсменов из Прокопьевска, Белова и Краснобродского. В итоге Прокопчане взяли 4 первых, 4 вторых и 2 третьих места. Имена лидеров – Алмаз Манапов, Валерия Шмакова, Роман Ююкин и Яна Маркова. Еще об успехах наших ребят в спортобзоре. В Кемерове прошли чемпионат «Кузбасса» среди мужчин и областные соревнования среди юниоров по боксу. На старт турниров приехали 99 спортсменов из городов Кузбасса. Воспитанники «Шор Олимп» смогли завоевать 2 первых, 4 вторых и 3 третьих места. Имена победителей и призеров – Олег Балаев, Александр Камберг, Илья Горевзянов, Никита Бруинок, Руслан Газиддинов, Александр Баширов, Игорь Харитонов, Владислав Столяров и Никита Буренков. В Новокузнецке прошли чемпионат и первенство «Кузбасса» по плаванию, в котором принимали участие 179 спортсменов, 38 из которых прокопчане. В копилке наших ребят 13 первых, 8 вторых и 15 третьих мест. Наибольшее количество наград на разных дистанциях заработали Елизавета Юдина, Дарья Ашгибцева, Ульяна Черноморова и Марк Минкин. Кроме того, отличились Андрей Нечаев и Анастасия Макаенко. Там же в Новокузнецке прошел областной турнир по гиревому спорту. На помост вышли около 100 спортсменов из городов Кузбасса. Единственный представитель нашего города Александр Митичкин завоевал бронзу. Его результат — 220 подъемов в 28-килограммовой гире. Уссули-Сибирская стала местом проведения чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по тайскому боксу. В ринг вышли более 350 спортсменов из 10 территорий Сибири. Наши бойцы завоевали 11 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых наград. В Барнауле состоялся ежегодный турнир по карате «Сибирь Оупен». На соревнования приехали 300 участников из Сибирского федерального округа. Воспитанники клуба «Сатори» показали результаты. Амелия Харьковская, София Яковлева, Мария Иванова — первое место. Мария Губина, Артем Востров, Иван Капустин, Владислав Щербаков и Валентина Сахнюк — третье место. Кузбасский боксер Михаил Алаян провел заключительный бой в своей профессиональной карьере. Встреча проходила в Москве, а соперником нашего земляка стал венесуэлец Дэвид Боретто. Кузбасский спортсмен Михаил Алаян хорошо известен всем поклонникам бокса. На счету россиянина 8 побед, одна из которых нокаутом и одно поражение. Алаян дебютировал на профессиональном ринге в мае 2017-го. Помимо бронзовой медали Олимпиады, у него золото двух чемпионатов мира и первенства Европы. Кроме того, Алаян — обладатель титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA Gold. Соперник нашего спортсмена — венесуэлец Давид Боретто. Ему 28 лет, он, как и Михаил, выступает на профессиональном ринге с 2017-го. За это время провел 18 боев, 16 из которых одержал победу. К слову, 15 из них Боретто закончил досрочно. Бой прошел всю отведенную дистанцию, а это 10 раундов. На протяжении всего поединка картина не менялась. Алаян действовал вторым номером, проваливал соперника, добавляя одиночные атаки. В то время как Боретто шел вперед и пытался активно прессинговать. Итог поединка. А я напоминаю, что теперь за занятия спортом можно получить налоговый вычет. Соответствующий закон был принят депутатами Государственной Думы в марте прошлого года. Он позволит гражданам вернуть 13% от расходов на спортивные занятия. Его максимальный размер — 15 600 рублей. Стоит отметить, что возврат средств возможен только в том случае, если вы оздоравливались в организациях, которые входят в перечень компаний, оказывающих такие услуги. В этот список входят и 7 прокопийских учреждений. Это дворец спорта «Дельфин», стадион «Шахтер», спорткомплекс «Снежинка», арена «Муравей», фитнес-центр «Иксфит», группа компании «Леонет» и детский спортивный клуб «Экстрим Кидз». Получение налогового вычета за занятия спортом будет мало чем отличаться от любого другого социального вычета. Вам необходимо быть плательщиком НДФЛ и иметь документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Обратиться за оформлением вычета можно в районную налоговую или к работодателю. Кроме того, стоит знать, что получить средства можно не только за себя, но и за детей в возрасте до 18 лет. Много интересного о спортивной жизни нашего города можно найти на YouTube и Instagram-каналах Управления по физической культуре и спорта администрации Прокопьевска. Кроме того, свежие выпуски программы «Спортлайв» будут появляться в день премьеры на официальном сайте ведомства. Адреса страниц на ваших экранах. На сегодня это вся информация. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok